Всем добрый день! Сейчас нахожусь в моем кабинете. Как видите, мы уже потихонечку начинаем собираться, чтобы приезжать в другой новый кабинет. В кабинете уже там все закончили мы с ремонтом. В основное все сделали. У нас там единственная проблема с полами. Тоже плиты побиты. Вот, ну будем тоже придумывать какое-то решение. Так, здесь я убрала все уже свои дипломы и фотографии. Оттуда тоже сняла уже все, что было. Так, будем, знаете, по мелочевке сейчас делать все. Вот, думала, может быть, вот этот стол у меня пойдет под маникюрный, вместо маникюрного стола. Но нет, сзади там есть широкая планка. Вот это вот. Если бы вот этого не было, можно было бы этот стол сделать под руки, то есть под маникюр и так далее. Вот, он идеально подходит, потому что он длинный, на нем есть много места. И он узкий. Вот, то есть тоже очень удобный. Но провалилась наша вот эта вот идея. Вот, и плюс тут еще здесь есть и ящички. Это тоже очень большой плюс. Ну ладно. Просто он очень небольшой. Там для макияжа это и сделала. Сегодня муж придет с работы и посмотрим. То есть мы можем уже, как я уже сказала, убрать все, что касается макияжа. И в то же время у меня проблема в том, что стол от макияжа, он такой длинный, достаточно большой. Вот, поэтому нужно тщательно продумать, как и что поставить, чтобы мне было удобно и клиенту было комфортно и уютно. И главное, конечно, чтобы мне было тоже удобно и комфортно. Потому что я работаю, я нахожусь в этом помещении больше, чем клиент. Вот, и у меня должно быть все под рукой. Все должно быть мне удобно, комфортно работать и так далее. Когда комфортно человеку работать, значит комфортно находиться в помещении. И он на работу идет с радостью. Когда нет комфорта, значит все, уже провал. Поэтому нужно как-то все это продумать. Ну вот видите, мы хотели все в одно место. Потом буквально вчера я попередумала и захотелось мне поставить макияж, где окно у меня будет. Там окно не будет, оно есть там. А вот руки-ноги сделать уже в одном там, в глубине комнаты. Чтобы это было все в одном уголке, как я уже сказала. Вот, ну посмотрим. Короче, будем, когда уже все будем переносить, то будем решать, наверное, уже по мере возможности. Ну все, буду пока выключать, потому что в принципе рассказывать пока нечего. Всем добрый вечер еще раз. Сейчас у нас время уже, вон, видите, сколько времени будет, 15 и 10 практически. У нас что-то проблемы с интернетом, не знаю, что в последнее время. Вот после того, как у нас дожди были, неделя дождей и грады, что-то. А, и не то, что дожди и грады, у нас была какая-то еще проблема с интернетом. Не с интернетом, а с электричеством. Нам, расскажи про мои ножки. А Рами у нас сегодня, да, наступил на гвоздь, проколол себе немного ногу. Вон там дыхлочка маленькая. Вот, надеемся, что все будет хорошо. Мы, естественно, все промыли, продезинфицировали, едом помазали, заклеили. Вот, надеемся, что будет все нормально. Он, в принципе, так не сильно, да, только чуть-чуть зашло, но кровь была. Вот, так у нас, короче, были проблемы с электричеством. Я не знаю, с чем это связано. Но у нас вот два дня подряд выбивало свет, то есть не было света. Выключали, включали, выключали, включали. А всегда... От этого, наверное, интернет. Да, всегда есть, когда есть перебои в электричестве, короче, постоянно электричество туда-сюда, то потом обычно происходят всякие проблемы с интернетом. Вот, то его есть, то его нету, то он очень слабый. Вот, но посмотрим, как сегодня будет, завтра. Может быть, посевоним потом на фирму, на нашу фирму, и пускай проверят. Может быть, есть там еще какие-то поломки. Вот так. Баня у нас нагулялся на улице, сейчас лежит. Дрыхнет. Мы были все, сёкров посидели немного с ними. Ну, включите, сейчас, по-моему, есть интернет, включите. Я начала смотреть кино, сегодня не досмотрела, половину посмотрела, и потом пошла вниз. Надо досмотреть кино, такое хорошее, романтик, романтик. И еще я включила... Да, есть интернет. Есть, да, включила бойлер. Сейчас пойду купаться. Ноги замерзли ужасно. У нас вечером очень холодно. Сейчас включали кондиционер, но выключили, потому что кондиционер очень сильно сушит воздух. Тоже неприятно находиться с кондиционером дома. Вот, короче, сейчас пойду греться в душе. Всем привет, всем доброе утро. Все, раздеваюсь. Время у нас 9 часов. 10 часов, извиня. 10 минут. 10 часов 10 минут. Вот. И я уже обслужила женщину. Помните, я про нее рассказывала вчера? Я как, короче... У меня времени нету сесть дома, отредактировать те видео. Поэтому видосики сейчас такие, знаете, кусочки за несколько дней. Иногда за 2 дня собираю, иногда за 3 дня собираю. Иногда и того больше. Открою немного окно, пускай проветрится. У женщины было грибок на ногтях, так что сегодня занималась грибком. Все, не завтракала. Кстати, поставила будильник. Ну, я провожаю мужа в пол седьмого встаю. Потом муж выезжает на работу в 7 часов. И я всегда досыпаюсь с пацанами. Если пацаны спят, то я с ними досыпаю. Вот. Ну и пошла в 7 часов. Естественно, мне нужно было в 8 часов вставать. Ну, по крайней мере, я так поставила себе будильник. На будильник-то я встала. А потом думаю, ну ладно, еще полежи 5 минут. Просыпаюсь. Резко. Знаете, вот как чувствуете, что надо вставать? Просыпаюсь. Время 8.54. Естественно, я даже воды не попила. Быстро собрала, зубы почистила, умылась, оделась. В туалет сходила, единственное что. И сразу побежала. А, и чайник нагрела. И побежала сразу на работу. Женщина, кстати, меня уже ждала в машине. Вот. Ну, ничего, нормально. Зато я вчера еще вечером приготовила все. Вот тазик этот приготовила. Дела пакет. Все приготовила. Машинку принесла сюда, перенесла на эту сторону. Так что мне, в принципе, готово было. Я сразу... И, слава богу, мне закончились перчатки. А тут, когда вчера подготавливала все уже к педикюру, нашла две перчатки. Представляете, прям вот мне подфартило, как говорит. То, что надо было. Нужно ехать и покупать перчатки. Перчатки у меня закончились. Вообще много уже чего закончилось для работы. Вот. Я не знаю. Я просто уже жду окончания этой недели. И мы вроде выходим из карантина. Тогда уже можно, в принципе, нормально будет передвигаться. Без всякой паски, что тебя там остановит полиция и так далее. И плюс еще, как бы, сейчас ехать в какой-то магазин. Я думаю, что все закрыто будет. Поэтому ждем окончания карантина. Вот. Ну, единственное, что я могу поехать в Супер и купить какие-нибудь дешевые фигневые перчатки. Попользоваться ими. А потом максимум купить хорошие и плохие отнести уже домой. Вот. Ладно, все. Я пошла домой. Пацаны, по-моему, пошли покупать фулафель. Рами мне позвонил. Я надеюсь, они нашли деньги дома. Но они знают, где деньги лежат лучше, чем я. В моем кошельке, господи. Так. Все. Сейчас переодеваюсь, снимаю халат. Кстати, мне нужно купить вот таких вот одноразовых халатов. Я люблю в этих одноразовых халатах именно заниматься ногами. Потому что, когда ноги, больше грязи, мне кажется, чем от рук. Вот. А еще, знаете, что мне нужно купить? Вот такие вот защитные очки на глаза. А еще мне нужно срочно сделать брови. Ужас. Но я их не хочу делать сама. Я все-таки хочу, наверное, заказать очередь у Лены. Я думаю, позвоню ей, работает она, не принимает, не принимает. Все-таки хочу поездить к Лене, чтобы она мне хорошенько их сделала. Я специально еще их отращиваю. Вот. Пускай она мне сделает, покрасит, чтобы было все чики-пуки. Хотя последний раз я себя тоже делала неплохо. Но все равно. Вот в прошлый раз я себя выдернула больше, чем надо. Вот. Из-под низу. Поэтому я их отращиваю. Сейчас ничего с ними вообще не делаю. Страшные брови какие-то. Такие красивые брови были. Как они портятся, я не знаю. Так, что я хотела? Ладно, короче, я выключаюсь. Сейчас доделаю то, что мне нужно тут доделать. Да, убираю. Я пошла домой кофейкой сделаем. Поведем по кофейку, попьем. Спасибо.